Казахстанцы все чаще решаются на участие в долевом строительстве, ведь на этапе закладки фундамента цены гораздо ниже. Но, к сожалению, везет не всем. Иногда объекты замораживают, и они превращаются в проблемный долгострой. Что нужно знать перед тем, как заключить сделку, расскажет Анастасия Новикова. Марат Бекиров участвует в долевом строительстве 2018 года. Мужчина говорит, тогда вложил в стройку 8 миллионов тенге. Спустя 5 лет жилой комплекс в Караганде так и не достроили. При этом, несмотря на то, что дело дошло до суда, застройщик так и не вернул всю сумму. Сдача по графику должна была быть еще в 2019 году. Но сейчас уже 2023 год, а строительство типа все идет. Я-то как бы уже вышел из этого долевого участия через суд. Попытался вернуть деньги, но они не спешат отдавать. Долевое строительство становится все популярнее. И неудивительно, ведь стоимость жилья на этапе возведения до 30% ниже, чем после ввода в эксплуатацию. Но, к сожалению, не все застройщики добросовестные. Некоторые бросают объекты, говоря, мол, достроить не хватает средств. Другие сдают дома без канализации, водоснабжения или газа. И дольщики не могут найти на них управу. Поэтому, говорят специалисты, стоит обращать внимание на деятельность застройщика. Запросить у него разрешение на заключение договора долевого участия от местного акимата. Проверить, нет ли вашего застройщика в списке недобросовестных. Проверить, зарегистрировал ли застройщик ваш договор в Казреестре. Выписку из базы данных можно получить в городской администрации. И следить за ходом строительства жилого комплекса. Не затягивается ли работа. Адвокат Евгений Иворский говорит, горе-застройщики ищут новые способы, как обмануть людей. Так некоторые используют в этих целях посредников. Фирмы, через которые дольщики якобы заключают договоры о приобретении жилья, отдают деньги, а затем не могут въехать в свои квартиры. А когда потом дом уже строится, застройщик говорит, да я к этой компании никакого отношения не имею. В таком ракурсе и чек попадает в проблему. Хотя, когда заключается договор, посредник сидит у заказчика. Заказчик говорит, что это наши представители. Именно поэтому заключать договор о долевом участии нужно напрямую только с застройщиком. Также следует узнать, давно ли компания работает на рынке, сколько домов они уже сдали в эксплуатацию, проверить их финансовые показатели и суды, которые приходят с их участием. Кроме того, нужно проверить, внесен ли ваш ЖК в список казахстанской жилищной компании. Гарантия КЖК выдается застройщику после проведения тщательной проверки на надежность. И в случае невыполнения договорных обязательств КЖК берет на себя обязательства по завершению строительства.